Вы смотрите новости Бирска на телеканале ЮТВ. Меня зовут Анастасия Сметанина, здравствуйте. Пришло время узнать, что нового и интересного произошло в Бирском районе. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Грузоподъемность ледовой переправы уменьшена до трех тонн. Биряне попали в десятку лучших прыгунов в высоту страны. Теряли колеса и жертвовали своим авто. В Бирске прошел второй этап Кубка Башкирии по автокроссу. Масленица идет, блин да мед несет. Ансамбль «Калинушка» поделился рецептом вкусных блинов. Начнем выпуск с коротких новостей. Грузоподъемность ледовой переправы через реку Белую в Бирске уменьшена до трех тонн. Сотрудники речного порта монтируют деревянные настилы для увеличения срока действия переправы и обеспечения безопасного проезда по ней. В Бирске отметят Международный женский день. В пятницу 4 марта городской Дом культуры приглашает на праздничный концерт. Начало в 16 часов, а Бирский исторический музей проводит акцию «Весенний комплимент». 5 марта дамы с детьми могут посетить музей бесплатно с 9 до 15 часов. Воспитанники спортивной школы «Юность» попали в десятку лучших прыгунов в высоту страны. Матвей Тычинкин и Антон Мазнев выступили на чемпионате России и заняли 8 место с результатом 210 сантиметров. Тренеры ребят Алексей Шалопин, Николай Ковальский и Артем Ковальский. Жители Благовещенска принимают участие в программе поддержки местных инициатив. Они провели собрание в сельских советах. Жителям удельно Дуваней необходим спортивный инвентарь для школы. Ее посещает 133 ребенка. Модернизация спортивного инвентаря позволит расширить преподаваемые спортивные дисциплины и открыть при школе дополнительные секции. А жители села Покровка приняли решение с помощью программы приобрести спортивные тренажеры. В селе Богородское на итоговом собрании жители единогласно решили принять участие в ППМИ с проектом «Текущий ремонт дороги». Отремонтировать дорогу решили и жители села Тугай. Возможно, уже в этом году благодаря программе в селе появится асфальтированный центральный въезд и выезд. Жители села Старо-Иликово решили принять участие в ППМИ, чтобы оградить территорию малого кладбища. В деревне Языково Благовещенского района жители хотят построить новую детскую спортивно-игровую площадку. В поддержку этого проекта выступили даже самые маленькие жители деревни. Для них провели конкурс поделок из конструктора, конкурс рисунков и сочинений. Администрация Сусловского сельсовета Бирского района и жители считают, что им необходимо приобрести трактор. Нынешняя зима показала, что без своей техники никак не обойтись. Порой очисткой дороги от снега приходилось ждать несколько дней. Трактор помог бы и летом. Обкосить траву, в соблюдении пожарной безопасности создать минерализованные полосы. А теперь перейдем к основным новостям. В минувшие выходные в Бирске впервые прошел второй этап Кубка Башкирии по автокроссу. Участники на спортивных и подготовленных авто соревновались за главный приз автомобиль. Кто уехал домой на выигранном трофее и как прошли гонки, смотрите в нашем первом сюжете. Участники теряли колеса и жертвовали своим авто. Но, несмотря на поломки, шли к победе. Побороться за главный приз автомобиль вызвалось более 30 участников, в том числе из соседних районов и даже регионов. Соревнования разделены на 6 категории. Три категории. Это стандартные автомобили. Переднеприводные, заднеприводные и полноприводные. Также такие же категории у спортсменов. Чем они отличаются? Спортивные автомобили более подготовлены с каркасами безопасности. Уже внесены какие-то изменения в конструкцию автомобилей. По результатам двух дней у нас выявятся победители в каждом классе. Как я сказал, у нас уже 6 классов. На завтрашний день у нас запланирован финальный розыгрыш автомобиля. Клуб «Внедорожник» представляет машину, специально подготовленную, которая, в принципе, наверное, не подходит ни к одному классу. Поэтому все спортсмены в одинаковых условиях. Организаторами гонок выступил автоклуб «Внедорожник». Они также подготовили главный приз. За 12 лет существования ребята активно продвигают автоспорт, проводят контраварийные мероприятия для жителей, а также вносят большой вклад в жизнь города, помогают водителям на дорогах и даже проводят расчистку дорог от снега. Я лично вступил в клуб не так давно, всего лишь год. Повидал уже почти всю Башкирию, проездил про мужество соревнований. Езжу сейчас в данном классе на заднеприводной машине и на полном приводе. Мы мечтаем, конечно же, о призе самом главном и постараемся выиграть без вопросов. В соревнованиях приняли участие как любители, так и мастера. Конечно, в раздельных номинациях. По азартности гонки не уступали друг другу. Зрелищности профи, естественно, превзошли любителей. Столкновения и вылеты были нередки. «Мы будем участвовать в самой значимой категории – Д1600 Супер. То есть это чисто профессионалы. Плюс сегодня откатают у нас два юниора. Каждый год мы во всех этапах участвуем в зимних. Это уже третий год у нас пошел. В частности, Олег Афанасьев, у него уже третий разряд. У Алексея Калачигова у него уже первый разряд по автоспорту. То есть результаты отличные. Алексей у нас серебряный призер чемпионата Башкирии. Кроме того, в этом году впервые мы представляем в классике в обыкновенной. Тут у нас появился еще спортсмен Маркисов Вячеслав. То есть только вперед идем. Будете ли бороться за главный приз автомобиля? А как же? Даже водители узами, если надо. Организаторы «Автокросс» отметили, что, как и в любом спорте, результат до последнего момента непредсказуем. И те, кто претендовал на педестал, могут не справиться с управлением. Автомобиль может сойти с трассы. Ситуация в любой момент может измениться. В автоспорте мы уже участвуем давно. Но вот эта дисциплина «Зимний автокросс» заинтересовала в прошлом году. И решили в этом году попробовать свои силы. Начать со стандартной категории. Но почему-то так получилось. Аппетит приходит во время еды. Пришел сюда и заявился сразу в спортивную категорию. Буду гоняться с профессионалами, скажем так. Автомобиль появился относительно недавно. Когда решил участвовать в этой дисциплине. Приобрел старенький, 97-го года, ВАЗ-2106. Что-то сильно модифицировать пока еще не успел. Да еще не опробовали технику. Мы только не знаем, что именно модифицировать. Поэтому модификации здесь минимум. Именно отремонтировали капитальный двигатель. Доработали ходовую. Убрали лишний вес. Поставили более удобные сидения. Ну и спасибо нашим местным художникам. Обрисовали и назвали машину «Зар птицы». Проверить свои силы решили и ребята-юниоры из Уфы. Представляющие Академию автомобильного спорта. Участникам по 12 лет соревноваться за главный приз они пока не могут. Не проходят по возрасту. А вот набраться опыта и показать себя в тренировочных заездах – то, что надо, считает их тренер. Отличие данного автомобиля, скажем так, от автомобиля D2N или D2 1600 – это взрослые классы. Это мощность двигателя. То есть на юниорских автомобилях разрешается использовать двигатель, значит, 16-клапанный, объемом 1.6, 126-й мотор. Но стоит ограничительная шайба на впуске и чисто стандартный двигатель без всяких доработок. То есть ограничивает просто мощность. Соревнования прошли в рамках двухдневного праздника «Мужество и чести. Богатырские забавы». Выигранный трофей увез своего нового владельца в Белорецк. С результатом 2 минуты 4 десятых секунды автомобиль выиграл Никита Пчеляков, обогнав соперника всего на полсекунды. Призеры были награждены дипломами, медалями и кубками. Продолжается масленичная неделя. Если вы еще не испекли блины, то сейчас самое время. А в этом сюжете с секретом идеальных блинов с нами поделится ансамбль «Калинушка», радушно пригласивший нас в гости. Россия празднует один из самых веселых и вкусных праздников – масленицу. Когда в волю можно есть блины, встречая долгожданную весну. По традиции в масленичную неделю во всех домах накрывают столы с обильным угощением. Пригласив нас в гости с секретом идеальных блинов, поделилась Татьяна Копейкина, руководитель бирского коллектива «Калинушка». Вот наступила долгожданная масленица. Это очень любимый праздник с детства. Он, наверное, по размеру, по размаху второй праздник после святок. Полон многочисленными традициями, забавы, игры, развлечения. И, естественно, у нас традиционное блюдо масленицы – это блины. Рецепт самых вкусных блинов в семейном фольклорном ансамбле передавался от поколения к поколению. Татьяна называет их классическими. Пять яиц, литр свежего молока, по чайной ложке сахара и соли и примерно полкилограмма муки. Так, чтобы консистенция блинного теста была чуть гуще, чем вода. Рецепт, конечно, классический, но я хочу поделиться хитростями, которыми научила меня моя мама и бабуля. Чтобы блины получились такими, как дырчатые, как сказать, с дырочками, такие пупырчатые, первая хитрость – надо в тесто добавить, ну, примерно полстакана воды, кипяченой воды, желательно горячей. Вторая хитрость – надо, чтобы немножко тесто постояло, чуть-чуть, чтобы отдохнуло, сразу вот не приступают. А я этим временем, пока он отдыхает, разогрею сковородку. Перед тем, как печь, мы, значит, наливаем масло, ну, примерно, там, ложки, 2-3 столовых ложки. Тщательно перемешиваем. Готово. Значит, перед первым блином обязательно смазываем салом свежим. Для того, смазываем свежим салом, для того, чтобы наш первый блин не был комом. Вот наш первый блин получился не комом. Истоки масленицы уходят далеко в дохристианское время. Для славян масленица долгое время была началом Нового года, потому что до 14 века год на Руси начинался с марта. А поскольку, по поверьям, считалось, как встретит человек год, таким он и будет, то этот праздник отличался щедрым застольем и безудержным весельем. Когда на Русь пришло православие, оно не вычеркнуло масленицу как таковую. Православие, церковь, оно вычеркнуло то, что совсем уже не попадало под православные каноны. Никаких игрищ, никаких развратных вещей. Но в масленичную неделю юноши и девушки могли прилюдно целоваться. Вот это осталось. Очень четко прослеживается влияние православия, христианской церкви на некоторые масленичные обряды, которые сохранились в той или иной мере сегодня. Вот, допустим, как мы сегодня отмечаем масленицу. Вот, допустим, обряд сжигания чучела. Это изначально, в дохристианскую эпоху, приносили жертвы. Приносили жертвы на раздающемуся солнцу, Богу солнца. И порой эти жертвы были даже человеческими. Поэтому сегодня, сегодняшняя церковь полностью призывает отказаться. Это именно традиция сжигания чучела. Другая традиция масленичная, которую мы четко связываем с масленицей, это блины. Так это ничто иное, как тоже древнеязыческая славянская традиция. Блины являлись частью поминальной трапезы, тризницы, как тогда называли. И масленица это было временем поминания усопших. И другая традиция, которую церковь добавила к масленичным гуляниям, это воскресная традиция, традиция прощенного воскресения. Это исключительно христианская традиция. Ее не было в дохристианскую эпоху. И связано с тем, что монахи в первые века христианства уходили в пустыню на 40 дней, на весь Великий Пост, для того, чтобы припроводить это время в посте и молитве. И перед тем, как уйти из своих обителей, из монастырей, они прощались друг с другом. Потому как они не знали, как они и переживут ли они этот Великий Пост. А как же угощались в этот праздник много лет назад? Об этом нам поведала хозяйка дома, которая с радушием пригласила нас на блины. Старейшина ансамбля «Калинушка» Валентина Кулагина. Ей уже 90 лет. Вот печку затопили, угли маленечко там уже есть. Ставят на эту угли, на эту угли сковороду ставят. Вот он снизу печется. Блин, он сразу печется. Они его не переворачивали, как сейчас на сковородке. Они вот поставили на угли, он оттуда испекся, сверху дрова горят, печка топится. Жар. Оно жаром их. Они моментом то и дело, только достанешь, смотришь опять. Опять свежий блин летит на стол. А любили горячие блинчики. Самые горячие блинчики скоро было. Раньше же не было никаких вареньев, ничего не было. Было свино и сало, ну масло, если что, было. Сметанка иногда только. А сметанку тоже все отдавали в казну. Сегодня испечь блины куда проще. Да и начинок много разных. Угостить друзей своими блинами, да попробовать чужие, можно на городском празднике. Куляния пройдут 6 марта на площади перед городским домом культуры. С 7 марта по 23 апреля православные будут держать Великий пост. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости Бирска каждый вторник, четверг и субботу в 8 часов вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok